Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Работа, которую я представляю сейчас, является методическим пособием в PDF и служит пошаговой инструкцией по погрузке в судно, расчёту его посадки, полной оценке остойчивости и контролю прочности корпуса. Пособие разработано мной для студентов 5-го курса нашего Севастопольского университета, кафедра СБС судовождения. Почему я включаю его в полный курс Остойчивость 60? На протяжении всей жизни курса, а это более трёх лет, меня неоднократно просили сделать урок по погрузке судна. Хотя в полном курсе Остойчивость 60, который состоит из 60 уроков, есть всё, что касается остойчивости. В том числе погрузка судна различным грузом, включая зерно. Наверное, причина в том, что материала много, сразу в нём трудно сориентироваться. Это раз. А во-вторых, это видео, которое иногда требует письменного сопровождения. Методичку я сделал для своих студентов, но думаю, что она будет полезна и молодым грузовым помощникам. Если моя шпора в Excel является квинт-эссенцией остойчивости и требует знаний, то методичка будет пошаговой инструкцией, этаким мануалом к ней, ибо она подробна до безобразия. Пособие состоит из 49 страниц. В начале документа, как положено, содержание с соответствующими ссылками. При клике на любую из них откроются нужные страницы. Навигацию упрощает также панель закладок слева. Далее следует условное обозначение по стандартам ИМО и Морского регистра России. Второй параграф «Общие указания» разъясняет всю работу поэтапно. Методичка составлена по настоящему алгоритму действий грузового помощника в море по получению им приказ задания от капитана. Первый вопрос, которого звучит так. «Сможете ли вы перевести следующий груз?» И даются характеристики груза. То есть, на первом этапе грузовой просчитывает груз по двум лимитирующим факторам – грузоподъемности и грузовоместимости. На втором этапе составляется грузовой план. В этом разделе даны рекомендации по его составлению. Здесь учитывается совмещение грузов, правила перевозки опасных грузов, сохранение местной и продольной прочности, ротация, наибольшая производительность грузовых работ. На третьем этапе проверяется составленный выше грузовой план. Рассчитывается посадка судна, его центр тяжести и мецентрическая высота. Первичная оценка устойчивости. В отличие от большинства методичек, я объясняю каждый шаг, каждое действие. Заблудиться, либо что-то не понять, очень тяжело. Четвертый этап – расчеты построения ДСО и ДДО. Нового здесь ничего нет. Просто подача материала, на мой взгляд, до того простая и доступная, что с этим справится и школьник, причем далеко не отличник. Пятый этап – оценка устойчивости судна по критериям ИМО и регистра, вызывает, как правило, наибольшее затруднение. Здесь надо вручную рассчитывать площади ДСО. Во-первых, сначала я знакомлюсь с кодексом устойчивости неповрежденных судов 2008 года, где даны эти критерии и методика их расчета. Во-вторых, разбираю этот расчет по косточкам, подробно, шаг за шагом. Повторюсь, заблудиться и напутать очень сложно. Простота и доходчивость – вот девиз, которым я руководствовался при составлении этой методички. Это ее отличительная особенность от любого другого пособия на эту тему, хотя разговор идет об одних и тех же вещах. Это вы поймете сами, просчитав, например, критерии погоды самостоятельно. На шестом заключительном этапе вы проконтролируете свой грузовой план на продольную прочность. Два метода контроля, один из которых – ручной расчет. Если кто-то не сможет это сделать самостоятельно, мои усилия тщетны. Ну и в заключение скажу, что методичка, как и шпора, будет включена в полный курс устойчивости 60 и достанется вам бесплатно при заказе полного курса. Удачи, господа мариманы. С уважением, Владимир Худов.